Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геродипус. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы читаем вторую главу третьей Маковейской книги. Читаем в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. В первой главе рассказывалось о событиях, драматических, произошедших в Иерусалиме. После Великой Победы правитель Египта и многих других территорий, Филопатр из династии Птоломеев, посетил многие города, подчиненных ему земель, и в том числе Иерусалим. И вот в Иерусалиме ему очень захотелось войти в храм, осмотреть храм, как любой путешественник желает, осмотреть главные достопримечательности этого места. Но есть сложность. Царь — язычник, а язычник не может войти в храм. Это осквернение храма. И вот священники и весь народ выстроились в едином порыве не дать этому свершиться. Священники молятся. Народ толпой собрался у храма. Царь идет с твердым намерением все-таки осуществить задуманное, войти в этот храм. И вот на этом драматическом моменте оканчивается первая глава. А что же дальше? Обратимся ко второй главе. Первосвященник Симон, преклонив колено перед внутренним святилищем, простер руки к небу и чинно и торжественно творил такую молитву. Царя нельзя остановить силой оружия. Он пришел с большим войском. Он может разрушить Иерусалим и страшным наказанием предать его жителей. Это вполне в духе эпохи и вполне в его власти. Как же остановить царя? Только молитва, только Бог может это сделать. И вот первосвященник Симон, находясь перед входом в святая святых, обращается к Богу с молитвой. Какая же это молитва? Господи, Господи, Царь небес и владыка всего творения, Святой из святых, единовластный Вседержитель, Услышь нас, притесняемых нечестивым и святотатцем, Который кичится дерзостью своей и силой. Вот так обращается первосвященник Симон к Богу. Царь небес, владыка всего творения. Что это за небеса? Вот если мы только откроем Библию, там будет сказано, что Бог сотворил небо и землю. Вначале сотворил Бог небо и землю. И вот толкователи совершенно единогласно говорят, что здесь речь идет не о нашей планете, не о грунте под нашими ногами, не в этом смысле земля. И небо — это не атмосферное явление, не скопление воздуха над головой. О чем же тогда говорится? Земля — это материальный мир. Небо — это духовный мир или мир ангельский. Вот эти два мира или две грани одного мироздания, связанные друг с другом, проникающие друг в друга, вот это и есть небо и земля в библейском понимании. И вот Бог называется Царем небес, то есть Царем духовных сил, духовного мира и владыка всего творения, и небо, и земля, и духовный мир, и материальный мир. Все подчинено Богу. Он — владыка всего, что только существует, духовного и материального. Святой из святых, единовластный, вседержитель. Все держит Господь в своих руках, по-гречески пантократор. Нет такого чего-то на земле, что было бы не связано с действием Божиим. Он привел все в бытие из небытия. Он все поддерживает в бытие. И вот к этому Богу обращается Симон. «Услышь нас, избавь нас от притеснителя». В чем же притеснение? А притеснение в том, что царь желает войти в храм, простите, осквернить его. И вот Симон молится. «Ибо ты, все сотворивший, над всем властвующий, властелин праведный, и это ты судишь виновных в дерзости и надменности». Бог Израилев – это Бог, который сотворил всю Вселенную. Это не тот Бог, который, подобно языческим богам, какой-то дух, который над какой-то территорией владычествует, имеет особую силу над какой-то территорией. Нет, Бог Израилев – это Бог-творец всего мироздания. «Это ты поглубил творивших во дни он и преступления, а среди них были даже исполины, уповавшие на силу и дерзость, когда ты обрушил на них безмерные воды». Ну, здесь, конечно, говорится о потопе. Как мы помним, вот в начале человеческой истории, когда грех настолько распространился среди потомков Адама, что буквально все стало заражено этим грехом, вот Бог навел потоп на землю. И причиной потопа, вот согласно книге Бесея, является то, что некие исполины стали грешить. И вот здесь Симон вспоминает эту историю. «Это ты, заносчивых садомлян, чьи пороки сделались явны, огнем спалил и серый, дав образец поколениям грядущим». Ну, конечно же, мы помним историю Садома и Гаморы, этих городов, где царили грехы, беззакония, и Бог наказал эти города, уничтожив через огонь. «Это ты, дерзкого фараона, поработившего народ твой, святой Израиль, подверг множеству различных казней». Десять казней египетских вспоминает первосвященник Симон в этой молитве. «Ты явил силу свою, и тем явил великую мощь свою. Утопил его в пучине моря, когда он гнался следом с колесницами и несметными толпами. Зато тех, кто полагался на тебя, властелина всего творения, ты вывел целыми и невредимыми. Ну, вспоминаем историю исхода, вспоминаем историю освобождения Израиля из египетского рабства, как вот фараон с армией гнался за евреями, как евреи перешли посуху через море, а фараон утонул действием Божиим в пучине морской. Вот об этом, обо всем говорит Симон в своей молитве. «И они, увидев дела десницы твои, прославили тебя вседержителем, они, ты предки Израиля, вот те, кто тогда вышли из египетского рабства, это ты, о царь, сотворивший беспредельную и неизмеримую землю, избрал граций, осветил место сие во имя свое для себя, и ни в чем не знающего нужды, ты прославил его своим величественным явлением, построив его во славу великого и досточтимого имени своего». И вот вспоминаются вот дивные явления славы Божьей в разные эпохи и вспоминаются для чего? Для того, чтобы вот сейчас мы молим тебя, Господи, защити свой храм. Вот для этой молитвы это все вспоминается. Ты, вот сотворивший вот это, вот это и вот это, ты избрал город Иерусалим из всей земли, вся земля подвластна тебе, но ты избрал вот этот город для того, чтобы здесь особым образом чтили тебя, для того, чтобы здесь стоял храм твой святой. Призри, Господи, защити этот храм. Вот примерно так молится Симон. Любя дом Израиля, ты обещал, что даже если мы когда-нибудь от тебя отвернемся и в беду попадем, но придя в сие место помолимся, услышишь ты нашу молитву. Ты воистину верен и правдив. Сколько раз отцы наши терпели притеснения и столько помогал ты им в их уничижении и избавлял их от великих бедствий. Вот и мы теперь, о святой царь, из-за многих и великих грехов наших терпим угнетение, подчиняемся врагам нашим и оказались бессильны. Вот это очень важный тоже лейтмотив для всех, в общем-то, трех маковейских книг. Если что-то происходит с Израилем, то виноваты не столько враги, в данном случае виноват не столько царь, желающий пустить это место, виноваты мы сами, говорят иудеи, это мы согрешили и тем самым навлекли на себя вот те или другие неприятности. Вот это покаянное чувство, оно является таким очень важным общим местом для всей истории маковейских книг. И вот если бы мы умели так тоже смотреть на вещи, если с нами происходит, виноват не кто-то другой, не какие-то враги, не какие-то неприятели, не Бог, а я виноват, я что-то не так сделал в своей жизни, я что-то не то допустил в свою жизнь, что вот такие и такие бедствия меня постигают. Вот иудеи умели мыслить таким образом. На погибель на нашу, дерзкий сей святотатец оскорбить вознамерился место святое на земле, посвященное имени славы твоей. Да, твое обиталище, небо-небо, для людей недоступно, но поскольку благоугодно было тебе явить славу свою в народе своем Израиле, осветил ты место сие. Бог обитает, вообще-то говоря, не в рукотворенных храмах. Богу нет нужды в том, чтобы люди строили ему какие-то жилища. Бог обитает там, где небо-небес. Что это значит? Это именно имеется в виду тот самый духовный мир. Бог есть дух, и Он обитает в духовном мире. Небо-небес, что-то даже высшее, чем ангельский мир. Вот это место обиталища Божия. Но Богу угодно, чтобы на земле были места, где особым образом ощущается Его присутствие. Он присутствует везде, нет такого места, где можно было бы скрыться от Него как-то, или чтобы Он не видел, или где нельзя было бы к Нему в молитве обратиться. Но есть места особого присутствия, там, где особо ощутимо Его присутствие. И вот это храм. «Не пошли нам кару за их скверну, не спрашиваясь нас за кощунство, дабы преступившие закон не торжествовали в сердце своем, и надменными устами своими не говорили ликуя. Мы ходили по дому святыни, как ходят по домам мерзости». То есть, что такое дома мерзости? Это языческие капища. Туда, куда пускали царя. Как, меня много раз пускали в самые разные храмы, в разных городах. Почему я не могу в этот храм зайти? Вот не даруй ему, Господи, так сказать, что я ходил в Иерусалимском храме так же, как в других храмах, потому что это твой храм, это храм истинного Бога. «Сотри грехи наши, развей провинности наши, яви милость свою в сейчас, да предварят нас щедроты твои, вложи хвалу в устах тех, кто сокрушен и измучен, даруй нам мир». Вот с такой молитвой первосвященник Симон обращается к Богу. И вот тогда Бог свидетель всего, прародитель святой его святых, преклонив слуг к законной молитве на того, кто столь высоко в наглости своей дерзости занесся, обрушил бич свой, из стороны в сторону его швыряя, как ветер гнет тростник, так что поверженный назем, беспомощный, с недвижимыми конечностями, он не мог даже слова сказать, сраженный праведным судом». Ну вот в второй Маковецкой книге описывается подобная история, как некий послание к царю тоже пожелал войти в храм, и там ангелы Божии его высекли. Здесь нет таких вот чудесных явлений, но таких вот описаний чуда, как в второй Маковецкой книге, но чудо подобное. Священник помолился, и Бог обрушил бич свой, вот как те ангелы высекли того человека, Гелиадора. Так и здесь Бог обрушил свой бич, и что-то случилось, какой-то припадок с царем, так что он действительно не смог войти в царь. Он не смог войти в храм. «Из стороны в сторону его швыряя, как ветер гнет тростник, так что поверженный назем, беспомощный, с незвижимыми конечностями, он не мог даже слова сказать, сраженный праведным судом. И вот тогда друзья, эти охранители, видя, что постигла его тяжкая кара и опасаясь, как бы он не лишился жизни, быстро вытащили его наружу, объятые непреодолимым страхом». Друзья, это какие-то военачальники. И в первой, и во второй, и вот здесь, в третьей Маковецкой книге используется этот титул, который был распространен в этих древних державах. «Друг» — это не тот, с кем я веду доверительные беседы, а друг царя — это какой-то большой военачальник, это очень высокая должность. И вот эти друзья, телохранители, увидев, что случилось с царем, какой-то припадок, вот они его взяли, вытащили, куда-то унесли. И, конечно, они были объяты страхом, они понимали, что это не просто так, а это именно в связи с попыткой вот такого дерзновенного посещения храма. Господь наказал таким образом царя. Некоторое время спустя он пришел в себя, но, несмотря на кару, не испытал никакого раскаяния и удалился, израгая угрозы. Он пришел в себя, он уже не делал попыток вновь войти в храм, но был чрезвычайно раздосадован. Вот, израгал угрозы, ругался, не говорил, я виноват, не надо было мне этого делать, а наоборот, что-то противоположное говорил. По вине соображников, о которых шла речь ранее, и друзей, чуждых всякой правде, царь, возвращаясь в Египет, приумножил проявление порока. Мало ему было бесконечной череды постыдных деяний, он дошел до такой дерзости, что стал распространять в тех местах клевету, а многие из его друзей, жадно ловя царское мгновение, упреждали его желание. Он задумал от имени государства опорощить народ и установил на дворцовой башне стелу, выбив на ней такую надпись. Никому, кроме приносящих жертв в святилище свое, не входить, всех иудеев внести в перепись населения и зачислить в рабское состояние. А тех, кто будет противиться, забирать силы и лишать жизни, внесенных в перепись отмечать, возжигая на теле знак Диониса, лист плюща и записывать этих в прежнее определенное состояние. Царь вернулся в Египет, он распутствовал, пьянствовал, совершал разные постыдные дела, и вот, среди прочего, он не забыл этот скотч в Иерусалиме, он хотел отомстить за свое унижение, он распространял клевету, как здесь говорится, и в этом его друзья, то есть и самые военачальники, и соображники, то есть те, с кем он вместе выпивал, ему поддакивали и помогали. А какой клевете говорится? Конечно, это какие-то ложные измышления, касающиеся случая в Иерусалиме. Бог его остановил, Бог не дал ему войти в этот храм, Бог услышал молитву первосвященника, Симона и поразил каким-то припадком царя. Но он, конечно, как-то по-другому рассказывал эту историю. Он что-то такое придумывал для того, чтобы себя в выгодном свете подать в этой истории, а не опозоренном. И вот он это распространял, и он решил отомстить иудеям за свое унижение, за то, что он не смог войти в храм и велел всех иудеев переписать заклеймить знаком Диониса. Это что-то подобно тому, как рабовладельцы ставили знак клеймо, выжигали клеймо на теле своих рабов. А многие язычники тоже выжигали на своих телах, и, видимо, даже у царя был какой-то подобный знак, такое клеймо в знак того, что они рабы того или иного языческого бога. И вот здесь такой знак Диониса повелел царь делать на всех иудеях, выжигать вот это клеймо Диониса и тем самым повергать их в рабское состояние. Для того, чтобы ненависть к нему не стала всеобщей, он прибавил. Если кто-либо из них предпочтет присоединиться к посвященным в таинство, то быть им равными в правах с гражданами Александрии. Ну, речь здесь идет прежде всего об александрийских иудеев. В Египте, в Александрии проживало огромное количество иудеев, по разным причинам там оказавшимся. Там была очень такая большая диаспора иудейская. И вот каждому нужно сделать такой знак, и каждого нужно обратить в рабство. Есть исключение. Если кто-то отречется от своей веры, от отеческих законов, и станет добровольно участвовать в обрядах, посвященных Дионису, такой становится полноценным гражданином Александрии. Не просто не надо на нем никакого там знака делать, не в рабство его обращать, а он приобретает все права свободного гражданина Александрии. И тогда некоторые, кто не слишком гнушался подобной платы за доступ к государственному богопочитанию, сами легко пошли на предательство, чтобы стяжать долю в какой-то великой славе от предстоящего тесного общения с царем. Да, нашлись такие, честно говорит автор Третьей Маковейской книги, нашлись предатели, которые сказали, о, здорово, мы отрекаемся от веры своих отцов, мы готовы служить Дионису, только рабами мы не хотим становиться, клеймо никакое не надо наставить. Наоборот, мы хотим стать свободными гражданами Александрии. Были такие. Но большинство по благородству души устояло и не отошло от богопочитания. И отдавая деньги в обмен на жизнь, они бесстрашно старались избавиться от переписи в благой надежде на заступничество. Теми, кто отделился от них, они стали гнушаться, считая их врагами народа и лишили тесного общения с собой и поддержки. Вот в такой сложной ситуации оказываются жители Александрии. Кто-то переходит на сторону язычников, кто-то откупается, приходят переписчики, кто-то говорит, ну там, запишите там что-нибудь про меня, но на самом деле продолжает жить той же самой жизнью или просит, чтобы вообще не вносили в эти переписи, или чтобы записали, как будто он стал язычником, по-разному люди поступали, видимо, вот, но в реальности очень мало кто отказывается от веры в истинного Бога и тем самым ставят себя вот такое очень сложное уязвимое положение, потому что гонения начинают набирать силу. На этом оканчивается вторая глава третьей Макавейской книги. Эту главу мы читали для библейского портала экзегет в переводе Брагинской и Шмайной Великановой.